Привет, мои хорошие! Только собралась идти за своей картой москвича. Посмотрите, что у нас творится. Ребята, вы только посмотрите. Ой, мамочка! Ну, раз он такой сильный, значит, он быстро пройдет. Вот это да! Ну, ладно, придется переждать немного. Только собралась. Хотела еще сегодня, кстати, съездить в магазин. Алла мне посоветовала кроссовочки для ходьбы, чтобы и крынок не болели. Так что сегодня еще заеду в Золотой Вавилон, посмотрю кроссовки. Еще Наташа заказала мне на сайте кроссовки. Их тоже нужно зайти, будет померить. Ну, вот выберу, какие будут поудобнее, чтобы можно было все-таки нормально ходить, чтобы не портить себе ноги. Я уже не в том возрасте, чтобы можно было портить себе ноги. Их потом не восстановишь. Вот это погода! Вот это да! Ну, приятно, конечно, прохлада, но и ветер сильный, очень сильный. Видите? Смотрите. Ой, я уже показывала. Все, закрываемся. Ну, вот и закончился дождь. Теперь смело можно выйти на улицу. Ну, так немножечко сыпет. Знаете, такая вот мелкая крупа. Ну, это даже приятно. Все, теперь можно заняться своими делами. Сначала, ну, в общем-то, за проездным, как я вам и говорила, за картой москвича. Потом мне сегодня еще нужно получить посылку с морожкой. И в золотой вавилон. И померить кроссовки. А то у меня кроссовки только теплые. А летних, таких, чтобы в которых можно было ходить, к сожалению, нет. Так что вот такой план на сегодня. Карта еще не готова. Уже прошел месяц. Не знаю, почему так долго готовят. Мне объяснили так, что сейчас уже выпускают карты нового образца с каким-то новым логотипом. Поэтому так долго. В 2019 году карта москвича будет меняться для всех пенсионеров. Поэтому так долго. Вот такое вот объяснение. Ну, придется потерпеть. Ничего страшного. Далее новое проездное на следующий месяц. Скидками в магазине по этому проездному я, конечно, не могу пользоваться. Но только на проезд. Ну, все. Теперь в золотой вавилон. Хотела сегодня надеть платье то, одно из тех красивых, которые мы с вами в Остине купили. Но не решилась, потому что ливневые дожди. И буду ходить, как мокрая курица. Пускай я лучше в джинсах хожу, как мокрая курица. Сейчас в метро встретила свою знакомую, с кем мы работали в теплопроекте, Маришку. Она не знает, что у меня канал. Вы знаете, так интересно вот у человека проблемы. И вот, ну, обмолвились двумя фразами. Ты как? Ты как? Ты не изменилась? Ой, а ты тоже узнаваема? И все. И у человека проблемы. И вот она сразу начала рассказывать о своих проблемах на работе. Ей 57 лет. Человека на работе травят. Выживают с его места. Вот вам, пожалуйста, и решение о том, чтобы пенсионеры работали. Ей всего лишь 57 лет. Вот сейчас она пошла выяснять проблемы. Но человек уже на взводе. Человек болен. У нее заболевание щитовидной железы. Вот как работать пенсионером? С этим повышением пенсионного возраста, мне кажется, сделали какую-то очень большую глупость. Я подошла к столику информации и спросила, где я могу найти магазин, чтобы купить, ну, или хотя бы посмотреть и примерить кроссовки New Balance. Алла мне советовала именно эту фирму. Она говорит, что это, в общем-то, очень хорошие кроссовки. Поэтому вот сейчас ходим с вами ищем магазин New Balance. Я зашла в магазин Adidas посмотреть, может быть, здесь тоже есть что-то такое летнее, симпатичное. Ну, вот смотрите, стоили кроссовки 6,990, а теперь 2,990. Ну, что, со скидками прошу. 7,93,690. Ну, такие вот мне нравятся тоже. Это распродажа, все распродажа. Ой, нет, такие не хочу. Хочу легкие, совсем, чтобы были легкие. Легкие, симпатичные. Вот эти очень понравились тоже. Так, а у этих цена 6,990. Но это не распродажа. Вот эти распродажи, а эти нет. А эти? А у этих цена, сейчас посмотрим, 6,990. Это, ну, дорогие какие, ну, замшевые. Хотелось бы что-то облегченное, такое совсем летнее. С этой стороны тоже распродажа. Ну, вот с таким не люблю. Ну, вот очень, очень даже легкие, легкие, совсем легкие. Стоили 4,990, а стали стоить 2,390. Цены такие. И здесь тоже распродажа. Здрасте. Очень много моделей в магазине Адидас. Девушка мне очень понравилась. Она меня так хорошо проконсультировала. Но все-таки я хочу сначала пойти посмотреть Нью Беланс, о котором Алла говорила. Вот. Но девушка мне сказала, что Адидас лучше, чем Нью Беланс. Не знаю, ребят, не знаю. Встретила этот магазин, все-таки нашла. Ну, пошли. Здравствуйте. Я потенциальный покупатель. Поможете? Да. Вот такие кроссовочки. Нью Беланс. Ну, я не знаю. Мне нравится. Давайте вот здесь смотреть. Ну, ножка маленькая. Они удобные. Но, честно говоря, я никогда не носила хороших кроссовок, ребят. Поэтому не знаю. Вот как-то так. Ребята, вот на этой ноге 37-й, на этой 36,5. Они оба одинаковые. В смысле? 36,5? Да, оба 36,5. Вырежу. Я думала, мне 37-й принесли. Хочу сказать, это что-то посвободнее. Ну, в общем, вот так смотрится ваша тетя Люба. Пошли вот сюда поближе. Ой, а мне нравится. Мне очень нравится. Так, спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музыку даже пришлось вставить, что-то с микрофоном случилось, что-то с петличкой. Вот. Ну, в общем, расскажу так. После магазина я зашла на почту и получила посылочку. Посылочку я получила от Петрушины и Марии из города Сыктывкара. Да. Мария мне написала, что в этой посылочке ягодки мороженое. Никогда не видела, никогда не пробовала. Ну, вот сейчас распакуем и посмотрим, и попробуем, что это за ягодка мороженое. Так, возьмем ножик и распакуем. Маша мне написала и даже дала трек-код и даже написала, что посылка уже пришла. Я, честно говоря, думала, что ягодка не дойдет из такого далекого, далека до меня не дойдет ягодка. Ну, сейчас посмотрим, дошла или нет. Мария переживала, как там банка разбилась или нет. Ягоды, значит, в банке. Сейчас, ребятки, глянем. Ой, молодец, уплотнила бумагой. Как интересно. Интересно вообще, как она выглядит, эта ягода. Так. Сейчас. Молодец, плотную бумагу все упаковала. Ой, как приятно. Ага, вверх ногами у меня получилось. Сейчас откроем. Может быть, компот уже дошел. Так. Откроем. Ой, она пахнет помидорками. Так. Сейчас мы с вами возьмем вот такую штучку. Вот такую ложку. Большую ложку. А это, наверное, уже... А, я-то думала, что ягода будет свежая. Так, ребят, идите сюда. Вот, посмотрите. Вот так в банке выглядит ягодка. Так. Вот так она выглядит. Сейчас я попробую. Это, наверное, уже варенье. Угу. Ммм. Ммм. Ой, какие косточки. Их раскусываешь, они щелкают на зубах. Ммм. Ребята. Это очень вкусно. Ммм. Ммм. Запах у ягодки, вот как мне кажется, как у томатов. Но это вкусно. Это очень вкусно. Ммм. Замечательно. Ничего не разбилось. Маш, молодец. А письма нету? А письма нету? Письма, к сожалению, нету. Маша решила просто угостить меня морожкой. Очень вкусно. Когда пойду к маме и тете, обязательно отнесу им попробовать. Морожковое варенье. Значит, морожка по цвету похожа на облепиху. Ну, по крайней мере, так мне кажется. А запах я даже не могу ни с чем сравнить. Это вот запах незнакомой ягоды. Ни с чем не сравнимой. Нет, ребят, ни на что не похоже. Ну, может быть, немножко по запаху напоминает, знаете, когда делают варенье из зеленых помидоров. Вот такой легкий запах. Варенье сладкое. Сам вкус ягоды очень трудно понять. Но, наверное, она все-таки похожа действительно на облепиху. Немного. Маш, если я ошибаюсь, то поправьте меня. В варенье невозможно уловить вот этот вкус натуральной свежей ягоды. Сейчас еще попробую. На варенье видно, что ягода сочная. Как приятно, косточки хрустят. Знаете, наверное, на что похоже? На нашу подмосковную костянику. Пробовала кто-нибудь из вас костянику? Она такая кисленькая. Красненькие ягодки. Да, похоже на костянику. Очень похоже. Спасибо большое, Машенька. Спасибо большое за варенье. Буду пробовать это варенье. Буду пить его с кофе, потому что я люблю кофе. И буду вас вспоминать. Спасибо большое за доставленное удовольствие. Маш, очень приятно. Спасибо. Ну вот, мои хорошие, распаковали мы посылочку. Попробовали мы с вами мороженое варенье. Увидели, какого цвета эта ягода. Она желто-оранжевая. По цвету похожа на нашу облепиху. Я еще думаю... Ну, я решила сказать про кроссовки. Я еще думаю... Нужны, конечно, ваши советы. Вот какие кроссовки посоветуете вы? Да, я померила. Мне понравилось. Очень понравилось. Они такие, знаете, вот уютные. Я продавцу сказала, что я, конечно, потенциальный покупатель. Он, наверное, думал, что я сразу куплю. Ну, не надо было мне говорить этих слов. Но кроссовки очень понравились. Они очень удобные. У них чувствуется ступинатор. Я так поняла, что у меня, наверное, легкая плоскостопие. Потому что ступинатор чувствуется. Ну вот, хотелось бы узнать у вас, какие кроссовки любите вы. И вот какие бы кроссовки вы могли бы мне посоветовать. Вот я вам показала в магазине Adidas огромные скидки сейчас. Может быть, лучше Adidas. Но кроссовки мне нужны, я скажу, для чего. Не только ходить по городу, но и заниматься ходьбой, ну вот с этим вот браслетом. Поэтому кто понимает в этом, кто опытен, просто подскажите. Вы часто мне давали хорошие советы. Ну, в общем-то, и сейчас тоже я бы хотела услышать от вас советы. А на этом все, мои хорошие. Сегодня была трансляция. Мы с вами поговорили про лицемерие. Что оно означает. Что каждый из вас... Как каждый из вас определяет, что такое лицемерие для себя. А сейчас уже вечер. Какой вечер? Сейчас уже ночь. Без пяти час. На этом я сегодняшний влог хочу закончить. Ой, я все время перескакиваю. Вот Наташа мне звонила и говорила, что у них на юге Москвы холодно. И она замерзает. А у меня жара жуткая. У меня открыто окно. Занавески чуть шевелятся. Но, к сожалению, прохлады этого не приносят. А завтра будет новый день. И будет новый влог. А завтра я встречаюсь с девушкой. Ну, если будет возможность сниму. Если нет, то нет. А на этом все, мои хорошие. Всем-всем спокойной ночи. И всем-всем, кто будет смотреть утром. Доброго, прекрасного утра.